Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Унакова. С 9 апреля в городе Боговещенске проходит акция «Чистый город». Уж не могу даже вспомнить, сколько лет она идет, но хочу надеяться, что горожане достаточно активны. Так это или нет, узнаем сегодня у первого заместителя мэра города Боговещенска Владимира Александровича Константиновна. Здравствуйте, Владимир Александрович! Здравствуйте! Ну, тогда вот, собственно, и поделитесь главными цифрами того, активны ли мы или не очень. Традиционно у нас проходят акции «Чистый город». Это мы город готовим к лету после зимней эксплуатации, и после осеннего листопада мы город готовим к зимней эксплуатации. То есть сегодня у нас с вами проводим весеннюю акцию «Чистый город». Тот мусор, то, что сложилось, скопилось у нас за зиму, мы обязаны с вами убрать, привести город в порядок для того, чтобы летом было у нас зеленый, красивый и опрятный. Поэтому традиционно жители города, они достаточно активны. То есть с каждым годом активность, как бы она все равно, она нарастает. Но в этом году, в связи с тем, что было очень мало снега, ну, практически не было, мы решили акцию провести с 9 апреля, коротко, до 30 апреля. То есть три недели на проведение акции «Чистый город», для того, чтобы привести город в порядок. Вот нам ветер несколько помешал в начале акции, я так понимаю, потому что до усилий. Ветер есть, ветер присутствует, но есть у нас дни, когда скорость ветра она минимальна, поэтому можно приводить в порядок город. Вот больших проблем ветер сегодня нам не составляет. Земля отошла, то, что было применшее к земле, оно отошло, то есть можно собирать, убирать и город свой очистить. Поэтому постановление мэра города с 9 числа определенное начало акции «Чистый город» по наведению порядка. То есть и 30 апреля мы заканчиваем акцию «Чистый город», и 3 мая мы подводим итоги проведения акции «Чистый город». Ну, я к примеру могу только сказать, что за весеннюю акцию 2017 года мы собрали более 720 тонн мусора с территории города. То есть более 600 тонн – это силами ГСТК, и где-то около 120 тонн мы собрали сторонние организации, те, которые возили на полигон. То есть традиционно мы ничего не меняем, то есть как вот привыкли жители города к тем традиционным решениям, они так все и остались. Исключительно только то, что мы сегодня призываем всех жителей города, руководителей предприятий, организаций и учреждений более активно включиться в проведение акции «Чистый город». Потому что до 30 апреля осталось привыкнуть. Да, чтобы не растягивать ее, как бы так. И чтобы, ну, традиционно 1 мая город должен быть чистый, 1 майское там, шествие жителей города, там, или гуляние на 1 мая, оно должно проходить уже в чистом городе, в опрятном городе, приятном для глаз. Ну, безусловно, хочется к 9 мая подготовиться. А 9 мая это вообще неоспоримо уже. Да, подготовить город как-то, чтобы он был красивый. Владимир Александрович, я бы вот так вот условно могу разделить как-то всех, кто участвует в акции «Чистый город». Наверное, все-таки предприятия, во-первых. Во-вторых, это жилые дома многоквартирные, при помощи управляющих компаний они действуют. И есть еще частный сектор. Вот если вот так вот разделить их, то кто все-таки наиболее активен? Я бы, наверное, не разделил вот управляющие компании, предприятия, учреждения, они как бы в одной категории проходят. Почему? Потому что управляющие компании, они управляют многоквартирными жилыми домами и совместно с собственниками организуют и проводят субботники на дворовых территориях. Точно так же, как и руководители учреждения предприятия на территории города, который расположен, они организуют, проводят и обеспечивают всеми необходимым инвентарем, мешками, техникой для того, чтобы вывезти мусор. И как бы отдельно, немножко обособленно стоят этот частный сектор по наведению порядка. Но здесь стоит сказать, что каждый год жители города, которые проживают в частном секторе, они более активно проводят свою акцию «Чистый город». Или, по большому счету, многие жители стараются ежедневно поддерживать свой участок в порядке и в чистоте. 123 предписания, тем не менее, было выписано. Ну, я вам так говорю, 123 предписания это для того, чтобы, наверное, дать некоторый такой толчок, потому что акция короткая, то есть она 21 день всего, и чтобы не расслабляли жители. Вышел, навел порядок и на этом тему закончил. А то, ну давай завтра сделаю там, и это оттягивается, оттягивается, оттягивается. То есть нужно, чтобы людей кто-то организовал. Есть предписание, это обязательно выполните все, да. Я понимаю. Поэтому и была задача поставлена нашему отделу административно-технического контроля пройти, посмотреть, проанализировать и особо таким, которые, ну, участки, частные участки являются загрязненными, выдать предписание. А вообще было проверено около 500 подворий. Ничего себе. Вот, из этих, одна треть только получила предписание, а две трети это же, я вам так скажу, разница большая, существенная. Ну да. Но тем не менее, вот смотрите, что касается частного сектора, возможно, просто те, кто не в курсе, опять же, какую именно территорию должны убирать жители частного сектора. То есть что они должны? Перед домом несколько метров? В соответствии с правилами благоустройства, тут ничего нового мы не говорим. Правила благоустройства у нас действуют с 2012 года. То есть территория перед домом 15 метров до дороги. И если отдельно обособленная частная, значит вокруг дома 15 метров от границы, участка, все. Но то же самое у всех остальных, да? То же самое, как и везде. Никаких новшеств, никаких ничего нет. Дело в том, что частные подворья иногда используют придомовую территорию, которые должны содержать в чистоте для собственных нужд. Уголь складируют, дрова там, или машины какие-то стоят там. Вот это здесь, конечно, отдел административно-технического контроля и административная комиссия города принимает свои меры и помогает частному собственнику убрать придомовую территорию. Ну а вообще мы сказали, да, что когда дело касается тех же предприятий или жилых домов многоквартирных, то есть жители фактически их задача только выйти, да, убрать, а весь мусор за них вывезут. Частный сектор же в этом отношении. Частный сектор тоже. Если я проживаю в частном секторе, убрал свое подворье, убрал придомовую территорию, я могу позвонить по телефону 66 18 70, назвать марку, номер своей машины, на которой я вывезу этот мусор и вывезти его на полигон бесплатно. То есть там замать деньги не будут? Не будут. Это до 30 апреля? До 30 апреля. После 30 апреля это будет уже все за плату. То есть в период действия акции «Чистый город». Все поняла. Это традиционно. Тут мы ничего не меняли, ничего не добавляли. Единственное, только хочу добавить, что у нас сейчас пресс-служба города отрабатывает фотоконкурс на того, чтобы признать, определить лучших, те, которые наиболее люди старались, приводили наш родной город в порядок для того, чтобы нам было в нем комфортно жить. А кто может участвовать? Любой житель города. Предприятие имею в виду? Любое предприятие города. Хоть кто, да? Да, тот, кто пришлет свою фотографию. Сейчас отрабатываем некоторые последние штрихи в положении, порядках. Будет размещено на сайте городской администрации, в средствах массовой информации, ну и газета «Город», само собой, Благовещенская, вернее. На канале «Город» мы покажем это. И прошу участвовать в конкурсе. Будут призы. То есть каждый год практически придумывается что-то, чтобы поощрять тех, кто лучше всех. Вы знаете, наверное, состязательность, спортивность в определенных мероприятиях, оно даже играет положительную роль. Поэтому мы не можем назвать, что это спортивное состязание. Но, тем не менее, получить приз за то, что ты убрал свою территорию, ну, наверное, это хорошо. А когда победителей будут определять? Мы третьего, мы 30-го заканчиваем, третьего подводим итоги. Я думаю, перед 9 мая мы победителей наградим. Так быстро, да? В общем, друзья, обязательно принимайте участие в фотоконкурсе. Почему бы не убрать, еще и не получить какой-нибудь приятный, ценный приз? Ну, призы, я так понимаю, тоже в положении. Мы будем понимать, что там будет, за что бороться. Ну, конечно, будет определено, что за первое, что за второе, за третье. Я не скажу, что там будет плазменный телевизор или еще что-то, но, в всяком случае, необходимые в хозяйстве вещи. Это точно. Поэтому принимайте участие в конкурсе, действительно. И активнее выходите на улицы, потому что субботник нужно проводить. Осталось буквально немножечко. В общем, до 30-го апреля, еще раз напоминаю, проходит акция. Владимир Александрович, спасибо большое, что вы пришли к нам, поделились цифрами, сведениями. Надеюсь, что в этом году мусора будет вывезено на полигон, но точно не меньше. И горожане будут активны. Но все-таки хочется, чтобы количество его уменьшалось. Мы вывозим меньше мусора, да. Я помню 2012 год, день города, когда мы два КамАЗа полных мусора вывезли с площади Ленина. И последний, вот, 2017 год, день города, мы КамАЗа не пригоняли, мы отработали просто теми контейнерами-урнами, которые находились на площади. То есть мусора стало в разы меньше. Это хорошая тенденция. В десятки раз меньше. Поэтому и здесь я хочу, чтобы мы просто справлялись в повседневной жизни, в повседневной деятельности и содержали город каждый день в чистоте. Шикарная фраза есть. Не убирают там, где не мусорят. Собственно, ее и сделаем лимфомотивом нашего эфира. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня на гостях был Владимир Александрович Константинов, первый заместитель мэра города Благовещенска. Говорили мы про акцию «Чистый город», а вы смотрели «В центре внимания». До скорой встречи.